Привет-привет! Приветствую вас! Сегодня мы с вами прогуляемся по одной из старейших улиц нашего города. Это улица Греческая. Раньше она называлась Карла Липникта. Одно из её названий. И начинается она от канатной, вот сейчас мы на канатной. Продается квартира в том доме. Есть желающие приобрести. Вот. Тут парк Шевченко. Так, улица очень интересная, большая. Длинная, вернее. Это мы, уже мы так делали на улице Бунина, мы сегодня пройдём по четной стороне. А в какой-то из дней прогуляемся по нечётной стороне. Улица Греческая, 2А. У нас сегодня тучки. На небе. Всё небо затянуто. Спасибо за ваши комментарии, которые вы оставляете в видео. Под видео. Это очень интересно их читать, очень познавательно. Такой переулочек тоже. Юрия Олеши. 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 Правильно. Такой небольшой. Мы в какой-то из дней тоже с вами прогуляемся, посмотрим. Потому что домики интересные. Здесь тоже всё старинное. Так, посмотрите. Иностранцы занимаются спортом. В футболках. Молодцы. Ох ты. Такая табличка. Дом. Тропани. Именные таблички. Ещё была какая-то вверху. А она упала. Там тоже, видите, ступенька. У меня бабушка жила тоже в каком-то таком доме, что она говорит, наверное, что она говорила, с улицы могли спрыгивать вот в квартиру. Ух ты. Так потянулась на нас кошечка на удачу. К деньгам. Здесь идёшь, прямо эта плитка. Плитка, камень этот, булыжник. Памятник архитектуры, особняк Тропани. Конец 19 столица. Бутик здесь открыли. Но он сейчас закрыт. Ой, они такие молодцы. Они поставили хотя вот такую дверь стеклянную. А за ней настоящая дверь, которая была. Здесь почему много спортивных таких ребят, потому что здесь парк Шевченко. Красота. Девятка проезжает. Троллейбус. Второй этаж кто-то себе сделал роскошно просто. Здесь спуском. Немного накидали в Строгановский мост. Немного набросали мусор. А я вам историю здесь очень интересную расскажу, когда мы будем идти по нечётной стороне. У нас даже есть такая инициативная группа «Чистая Одесса». Они убирают склоны. К ним может любой человек присоединиться. Дом заброшенный. Окна выбиты. Никто не живёт. Это Скидановский спуск. Проводят какие-то ремонтные работы. Дома очень там обветшалые все. Чуть-чуть мы расфокусировались. Извините. Чуть-чуть произошла расфокусировка. У меня просто глаза разбегаются. Я точно так же всё рассматриваю. Эти улицы помнят очень многое. Там видно был пожар. Такой дворик. А там, смотрите, сейчас стоит такой стульчик. Вот. В этом доме живут люди. Ещё печное отопление было раньше. Трубы. А вот в этом уже, хотя крышу накрывали, но... Дом не спасли. Некоторые дома разрушаются, и на их месте уже новостройки возводят. Польский спуск, ну, тоже такой... Плачевненькие дома, я имею в виду, которые на нём построены. Люди такие воспитанные. Прошёл возле камеры и нагнулся, чтобы не попасть в кадр. Улица Льва Каченицкого. Улица Льва Каченицкого. Эпсилон бывший. Сейчас... Сейчас... Бизнес-центры, там офисы, аренда. Мы знаем всегда улица Греческая, центральная. Часть. А вот ещё интересно пройтись, конечно, сначала. Счастлив. Звуч. Намякнадин вы meteorор. Монякнадин, вебинар, т.ēshe. Так, дом Ремьера, 1835 год. Вот его выкупили, здесь такое кафе, и, конечно, они отреставрировали. Здесь, похоже, кто-то частная квартира, Одесский художественный музей, здесь тоже побольшуще, несколько залов, мы здесь, конечно, тоже неоднократно были, но все это было давно. Надо будет тоже сходить, посетить. Здесь, конечно, такие дорогие дома, красивые, построенные. Если брать экскурсию с экскурсоводом, профессиональную, конечно, про эти дома, мне расскажет очень много. Потому что сейчас на улице Пушкинской очень много интересного. Я с вами прогуливаюсь как простой обыватель. У нас в городе много проводят экскурсий практически каждые выходные по центру Одессы, по одесским дворикам. Горяческая 24, вдруг 8. Какие-то вандалы разрисуют стены. Мебель продавали раньше, но смотрю, что они до сих пор. Если вы знаете историю каких-то зданий, в которых мы проходим, напишите нам в комментариях, будет очень интересно прочесть. Семерка ездит здесь, троллейбус. Был кафе, но не выжило. Высокие полки. Кто-то чуть-чуть прыгается. Дом Маврокордата, 1870 год. Эта жительница вышла из этого двора. Здесь одежда элитная. Но что-то темно. Хотя карантина у нас сейчас нет. Это дом 1830 годов постройки. Оглыцкого. На украинской мове. Это новое здание. Плах Одессы. Плах Одессы. Сдаются много помещений. Магазин Манго Одежды. Здесь он тоже уже очень-очень давно. Магазин Хьюго Бус. Улица Ресельевская. Оперный театр. Улица Дерибасовская. У нас была дискотека 21 век. А сейчас как бы как-то улица много ресторанчиков. Нужно поесть. В основном первые этажи магазина. Там у меня только прощает ткань. Улица. Крюшн девушки. Это кэшн девушки. Там уaren. Улица. 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 Греческая 30, у меня, по-моему, есть видео. Мы заходили уже в этот двор. Какая-то лампа висит. Здесь деревянный пол, есть мраморные, а здесь деревянные. О, лестница. Ну, конечно, тут красят полстены краской, а потом побелка. Но всё равно такая, конечно, атмосфера. Чувствуется, что зашёл в старинный дом, которому уже больше двухсот лет. Мне интересно, напишите, пожалуйста, вот вы любите... Вот вы бы хотели жить в таком доме старинном или в современном? Здесь ремонтные работы идут. Улица Екатерининская. Здесь пытаются дом спасти. Мы в один двор заходили, мы видели, там такие сооружения, укрепления. Дома разрушатся. Сейчас вот девушки такие яркие, красивые. Урага. Здесь пофилий. Урага. Здесь пофилий. Здесь пофилий. Здесь пофилий. Офилий. Я сейчас июнь. Здесь пофилий-пласс. Здесь, наверное, раньше, видите, как был вход, здесь частная квартира. Уже часто продают такие квартиры, но вообще такое ощущение, как будто она необитаема, может, кто-то уезжал, выехал, квартиру оставил, будинок 1898 года. Продается тоже, вот как раз вопрос, хотели бы вы жить в таком доме, что для вас важна больше, атмосфера или удобство, комфорт. 38. Здесь что-то пытаются делать, уже в некоторые дворы заходили. Вот так, если я снимаю улицу от начала до конца, то балкона нет, чтобы, ой, смотрите, кто-то себе сделал, как красиво. нет, мы вот тут не заходили двор. Чтобы это все ремонтировать, даже тот же балкон, это надо несколько тысяч долларов. не тысячи, не две тысячи гривен. Ну, с работами, чтобы нанять специалистов, чтобы это сделали, укрепили. Это довольно-таки дорого. дорого. Может, и не дорого, но доходы людей, они довольно низкие. сделали ремонт. Парикмахерская. Сейчас модные открыли эти барбер-шопы. уже с вами заходили в этот дворик. Мужчины следят за свои, сейчас модно, бороды. романтик. В этом доме в 1909 году жил писатель Иван Франко. Переулок Красный. С этим милицейским участком я уже вам рассказывала, кто меня смотрит, что я раз там побывала, когда была маленькая. Потому что, расскажу еще раз. Потому что мы были в летнем или в зеленом театре. В зеленом, наверное. На концерте. В то время мобильных телефонов не было. И родители, папа подумал, что я с мамой. А мама подумала, что я с папой. Так я потерялась. Я подошла. Я поняла, что я не вижу своих родителей. Я подошла к милиционеру и меня отвезли в участок. Когда приехали домой родители, то есть, естественно, обнаружили пропажу. Самое сердце Одессы мы с вами проходим. Здесь, кстати, был зимой ледовый каток. Но уже его убрали. Пиццерия. Летом фонтаны работали. Тут два фонтана. Такая расслабленная атмосфера. Дети на качелях катаются. Красота, правда? Уже зелентрест ведет работы. Уже готовятся к весне. Глоба. У нас доставка сейчас работает. Уже такой худенький. Вообще. Галерея Афина. Торговый центр. Здесь был раньше кинотеатр. Боже, вот я сейчас прохожу. Я вспомнила, как мы спускались по этим лестницам. После кинофильма. Сейчас закрыто. Не пройдешь. Здесь еще, кстати, раньше стояли фотографы и фотографировали на пленку. Потом ты мог заказать фотографии. Греческая площадь. Греческая площадь. Купицентр остался. Красное место кинотеатра, библиотеки. Здание 1911 года. Будынок Анатра. Русский театр. 1910-1912 год постройки. Каждый раз прохожу. Были мы здесь тоже, конечно. Мои родители, Боже, большое вам спасибо. Одесский академический русский драматический театр. Вы меня столько раз водили в кинотеатры, в цирк, в зоопарк. Конечно, мы гуляли по городу. Конечно, сейчас я вспоминаю, я прохожу в музее. Я прохожу возле каждого музея, возле каждого театра. И мы были не театралы, что прям каждую премьеру. Ну, тюс. Значит, со школы. Действительно, меня мама водила очень часто. И папа любил. Мы приезжали в город. Мы гуляли в центр города. Спасибо вам большое. Я сейчас вспоминаю, конечно. Это дорогого стоит. Это прекрасно. Музей звука. А там как-то плачевно. Памятник архитектуры. Дом 1914-1916 года. Зайдем в гости. Во двор. Прокат детских костюмов. Так, в этом дворе точно мы не были. Тишина. Во дворе. Тишина. Удивительно, что мы с вами не встретили ни одну заброшенную машину. Может, это заброшенная считается или нет? Но я не знаю, почему, но когда я захожу в эти дворы, какое-то вот меня охватывает такое спокойствие. Ходит. Тревоги вообще нет. Какое-то умиротворение. Не знаю, может, только у меня так. Ну, кстати, мой муж тоже говорит, что в городе ему так спокойно. Здесь адвокат себе арендовал. Там дом 1914-1916 года постройки. Там тоже был кинотеатр. Ох, сколько у нас в городе было кинотеатров. Очень много. Этот дом, конечно, рушится. У меня есть Критическая 52. На канале я заходила в этот дворик. Сколько у нас было кинотеатров. Потом открыли вон там столовые, быстрое питание. Здесь очень красиво, но рушится фасад. Ювелирный салон. Ну что, они снесли прямо стену. И всё. Мы с вами дошли до Советской Армии. Как мы с вами прогулялись. Соборная площадь. До новых видео прогулок. Пока-пока. В этом видео. До новых видео. До новых видео.